В настоящее время популярность в США, а также в ряде стран Европы набирает такая практика, как оценка основателя церкви. Речь, поясню, идет о предварительном выявлении одаренности и способностей претендента на участие в данном служении. Нередко бывает так, что, посетив, допустим, курс Крейга Отто по основанию церквей, человек загорается и решает, что именно этим он и хочет заниматься. Он чувствует, что к этому готов. Тогда как соответствующими дарами, увы, не обладает. А на голом энтузиазме без умения, одаренности и опыта далеко не уедешь. В итоге рискуешь получить печальный результат и болезненное разочарование. Так вот, чтобы предотвратить это, многие организации и церкви предпочитают получить определенное представление о претенденте на роль основателя церкви, а именно о его дырах и способностях, прежде чем поручить ему это служение. Особой необходимости в этом нет, если речь идет об организации домашних церквей. А вот когда планируется основание общины в более традиционном смысле, то оценка потенциального основателя на предмет его соответствия необходимым требованиям позволяет снизить риск неудачи. К слову, одно из исследований, проведенных Эдом Стетсом, признанным специалистом в области организации церквей в США, показало такие результаты. Данный график отражает зависимость роста церкви от наличия или отсутствия предварительной оценки одаренности, способностей и качеств основателя. Из него, как мы видим, следует, что при проведении такой оценки в первый год общину составляли 40 с небольшим человек, во второй год немногим более 50, дальше около 70 к третьему году и примерно 80 к четвертому. Если оценка не проводилась, темпы роста, согласно графику, были намного ниже. К четвертому году в такой общине насчитывалось максимум 60 человек. Это лишь одно свидетельство в пользу предварительного анализа умения одаренности служителя, желающего заниматься основанием церквей. Есть данные, что внедрение такой практики в Евангельской Свободной Церкви США позволило снизить уровень неудач почти вдвое. То есть, по прошествии пяти лет с момента основания общин, положительная динамика роста и развития наблюдалась только в половине из них. Так вот, нам удалось улучшить положение дел. С введением практики оценки основателя 80% новых общин демонстрируют устойчивый рост и развитие. Понимание духовной одаренности служителя – важный момент. Надо сказать, что проводить подобную оценку можно по-разному. В некоторых организациях всех кандидатов собирают вместе на несколько дней на своего рода тренинг. Они выполняют какие-то упражнения, разыгрывают рулевые игры, проповедуют, демонстрируют свои навыки межличностного общения. И все это анализируется и оценивается. На этой основе выявляются слабые и сильные стороны каждого из претендентов. В иных случаях в отборе опираются на письменные работы, рекомендации, тесты на выявление личностных особенностей. Потом в течение нескольких часов проходит заседание комитета, который занимается этим вопросом, а затем следует плотное общение на собеседовании с кандидатами и их супругами, и в конце дня по каждому участнику формируется определенное мнение. При этом, как правило, никто не выносит вердикт, этот человек может быть основателем церкви, а этот непригоден. Оценка скорее принимает такую форму. Нам представляется, что у вас имеются такие-таки сильные стороны, а вот над этим, похоже, надо поработать. Прежде чем заняться организацией церкви, мы рекомендуем вам сформировать у себя эти качества. Что еще учитывается в подобной оценке? Прошлый опыт, который слушает отличным прогнозистам характера будущей деятельности. Допустим, кто-то изъявляет желание заняться основанием церквей. Я хочу, чтобы как можно больше людей обрели веру. Думаю, это служение для меня, говорит человек. Хорошо. Тогда вопрос, расскажите, кто и как с вашей помощью за последнее время пришел ко Христу? За последнее время никто. Хорошо, тогда, может быть, вы кому-то рассказывали о Христе? Пусть этот человек и не стал христианином, но свидетельство веры от вас он услышал. Может, вспомните такой момент? Да, в принципе, уже давно никому не благовествовал. Тогда вопрос. На каком основании мы должны сделать вывод, что этот человек ни с того ни с сего начнет всем этим активно заниматься? Такие вещи должны настораживать. Или еще пример. Кто-то говорит, я хочу организовать общину. Хорошо, скажите, а что еще вы когда-либо организовывали? Возможно, какой-то клуб или предприятие? Или, может быть, самостоятельно организовали группу по изучению Библии? Какую идею в плане создания нового проекта вам в прошлом удалось воплотить? Если человек ответит, что подобный опыт у него имеется, то есть он руководил организацией библейской группы или нового служения в церкви, это серьезное основание рассмотреть его кандидатуру. А если нет, опять-таки резонно поинтересоваться, тогда почему вы решили, что сейчас готовы взяться за одно из сложнейших служений? Основание церкви – дело непростое. Таким образом, в своих поисках мы исходим из следующего. Если Бог одарил вас в той или иной сфере, то это не может никак не проявляться. Одаренность непременно принесет свой плод в церковном служении или в каких-то иных проектах. И пусть ничего глобального в виде основания церкви вы еще не предпринимали, косвенные свидетельства вашей одаренности к этому все равно должны быть. А если нет, то оправданно будет сказать, «Знаете, вам предстоит сформировать у себя и проявить некоторые качества, без которых в организации церкви просто не обойтись». Итак, вот что входит в оценку потенциальных кандидатов на руководящую роль в служении по основанию церквей. Она, подчеркну еще раз, доказала свою эффективность в деле повышения уровня успешности в организации новых общин. Кто-то скажет, у нас и так народа мало, так что мы поощряем любые инициативы. Поверьте мне, это понятно. И тем не менее, нам следует проявлять мудрость и рассудительность. Не стоит поручать людям то, с чем они, скорее всего, не справятся. И наоборот, если Бог наделил человека определенными дарами, он имеет все шансы преуспеть в соответствующем служении. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинарии».